В Москве собирают подписи против установки памятника армянину-доносчику. Как сказал Джордж Мартин, «Игра престолов, доблестный доносчик столь же бесполезен, как трусливый рыцарь». И с этим сложно не согласиться. В сентябре комитет городской думы Москвы одобрил установку памятника архитектору Каро Алабину на улице Алабяна в Москве. Инициатором стал чрезвычайный полномочный посол Армении в России Вардан Таганян, у которого темное прошлое и настоящее. Армянская сторона взяла на себя все расходы. Отметим, что Каро Алабян был вице-президентом Академии архитекторов, учредителем Союза архитекторов, главным архитектором Москвы. И вот, после этого начался сбор подписей против установки данного памятника. Авторы утверждают, что в свое время Алабян не позволил проявить себя множеству талантливых архитекторов, лишая их заказов. Армянские СМИ пишут, что в России растет градус ксенофобии, и в различных опросах, касающихся отношения к различным этническим группам, армяне занимают почетные, с негативом, место. Более того, они утверждают, что русским психологически сложно смириться с мыслью о колоссальном, если не сказать фундаментальном вкладе армян в становление российского государства. Вот так вот, получается, что именно армяне всех всему научили, и во всем мире всем построили что-то грандиозное. Но, вот что выясняется. Старший научный сотрудник Музея Москвы Александра Селиванова, которая начала сбор подписей против установки памятника архитектору Каро Алапьяну, в интервью российскому изданию 360tv.ru, сказала, что стыдно увековечивать память человека, занимавшегося доносительством. И поэтому она опубликовала в Facebook пост, где объявила о сборе подписей против памятника. Готовый документ направит мэру Москвы и в Мосгордуму, если он соберет достаточную поддержку. Объяснение своего недовольства Селиванова подкрепило фразой, считая, что человек, занимавшийся доносительством, лишивший профессии и заставивший голодать Мельникова, Леонидова и многих других, человек, участвовавший в репрессиях, человек, разрушивший профессиональную архитектурную среду и создавший абсолютно извращенную систему в союзе архитекторов на основе кумаства и доносительства, просуществовавшую десятилетия, человек, фальсифицировавший архитектурные конкурсы и нечестным путем получавший заказы, не имеет права на памятник. Более того, Александра Селиванова привела в пример высказывания Алабяна, которые, по ее мнению, и заставили голодать ряд архитекторов, а также доказывают, что он был доносчиком. Его не заставляли, пистолета у виска не держали, все сам, все сам, добавила старший научный сотрудник. И привела цитаты, взятые из стенограмм заседаний Оргкомитета Союза архитекторов СССР от 1936 года. Александра Селиванова сказала, что Алабян играл важную роль в политических репрессиях по отношению к коллегам и в начале карьеры, и когда стал одним из руководителей Союза советских архитекторов. Под коверные игры он начал еще в конце 1920-х годов, писал доносы на архитекторов Борща и Синявского, что они не настоящие советские архитекторы, а формалисты, приводят примеры Селиванова в беседе с российским изданием «Метроу». Есть в большом количестве письма Алабяна к Лазарю Кагановичу, где он говорит об архитекторе Андрею Бурове, «Мы его будем бить». С 1935 по 1937 год Алабян пишет про Константина Мельникова, что его мастерская не справляется, а архитектор не соответствует требованиям власти. В итоге мастерскую закрыли, и до конца своей жизни Мельников нищенствовал без заказов. Но как бы там не было. А этот случай еще раз доказывает простую истину, правда всегда всплывает на поверхность. И может быть на этот раз, запашок от такой правды не будет ласкать обоняние, посла Армении в России Вардана Тоганяна и руководители армянской диаспоры в России. Но ничего. Правда про кору Алабяна хоть и вонючая, поскольку долго не всплывала и успела немного испортиться, но все же, истина важнее. А это по нынешним временам, главное.